Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на первый обзор эталонной RX 6900 XT с водянкой. Узнаем о новых процессорах AMD и заценим свежую информацию о Steam Deck. Об этом и многом другом из мира IT я расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с обновления Windows 11. Microsoft выпустила новую сборку под номером 71, которая несет с собой несколько нововведений и исправлений. Она уже доступна для скачивания участникам инсайдерской программы на канале раннего доступа. Одно из самых значимых изменений касается появления нового виджета под названием развлечения. Виджет демонстрирует доступные в Microsoft Store фильмы, приводя их в краткое описание. Кликнув по какому-либо постеру, пользователь быстро переместится в магазин, где можно взять напрокат или приобрести фильм. Разработчики обновили и облик контекстных меню, вызываемых правой кнопкой мыши. Теперь они используют новый стиль оформления, который пришел на смену белому стилю, появившемуся в Windows 10. Это не очень большое изменение, но оно делает контекстные меню более соответствующими обновлённому дизайну. Также исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании иконок на панели задач приложения могли запускаться или сворачиваться. Оптимизирована была и работа функции, которая запускает список переходов при длительном нажатии на иконку на панели задач. Теперь, кликнув в любом месте экрана, можно закрыть контекстное меню, вызванное нажатием правой кнопкой мыши по меню пуск. Исправленный бак, из-за которого меню настроек могло самопроизвольно закрываться. Ползунки микшера громкости в настройках звука стали более отзывчивыми. А в меню настройки резервного копирования была неработающая ссылка для проверки носителя, теперь же это тоже исправлено. Утилита OCCT выходит в сегмент бенчмарков и теперь пользователи могут сравнивать результаты тестов. В последней версии OCCT теперь есть новая вкладка, которая предлагает очень простой и относительно короткий тест для процессоров и памяти. Тест CPU даёт четыре результата, которыми стали однопоточная и многопоточная нагрузка для инструкций SSE и AVX. По словам авторов, ключевым моментом функции является отчёт обо всей системной информации и данных датчиков, которые загружаются на страницу результатов. Что ещё более важно, результаты могут быть легко переданы другим пользователям. Это может быть полезно для определения разгонного потенциала процессора. Компания Google активировала новую функцию, позволяющую немедленно удалять последние 15 минут истории поиска на смартфоне. Опцию впервые анонсировали на мероприятии Google 1.0 2021, а теперь она доступна сотням миллионов пользователей. Как ни странно, в первую очередь новую возможность получили не пользователи Android, а владельцы приложения Google для iOS. А собственные операционные системы компания обеспечит этой функцией до конца текущего года. В Google традиционно заявляют, что слеживают историю поиска исключительно для того, чтобы персонализировать пользовательский опыт. Помимо прочего, наличие возможности удалить историю одним нажатием может быть буквально спасительным для миллионов пользователей. Ведь зачастую аккаунт Google привязан к нескольким устройствам, доступ к которым имеется у многих людей. Немецкому порталу PC Games Hardware удалось приобрести эталонный графический ускоритель RX 6900 XT Liquid Cult. Данную видеокарту невозможно встретить в свободной продаже официально, поскольку AMD распространяет её исключительно через готовые ПК. А немецким журналистам пришлось купить целый компьютер, чтобы провести испытания новинки. Конфигурация самого ПК не столь важна, поскольку издание вынуло из него 6900 XT и вставило в собственную систему. По словам немецких журналистов, AMD отказались комментировать, почему эта видеокарта не продаётся в качестве отдельного продукта. Сама модель RX 6900 XT Liquid Cult является самой быстрой игровой видеокартой на базе RDNA 2. Новинка построена на базе Navi21XTXH с заводским разгоном. Чип обладает буст с частотой в 2435 МГц и работает с памятью на эффективной частоте в 18 ГГц. Отмечу, что это единственная модель 6900 XT с такой памятью, которая обеспечивает пропускную способность до 591 ГБ в секунду. У карты с завода TDP повышен до 350 Вт и его ещё можно повысить примерно до 400. Что касается производительности, то RX 6900 XT Liquid Cool находится примерно на уровне RTX 3080 Ti и меняется с ней в большую или меньшую сторону в зависимости от нагрузки. Также проверка видеокарты показывает, что 6900 XT Liquid Cool действительно является самой быстрой видеокартой новой серии Radeon. Гибридная система жидкостного охлаждения новинки разработана компанией Asetec. В ходе тестов при нагрузке температура поднималась до 80 градусов и до 90 градусов в самых горячих точках. Этот результат можно назвать весьма неплохим, учитывая, что 284 Вт из заявленного TDP потребляет лишь один GPU. Обозреватели также отметили, что система охлаждения 6900 XT Liquid Cool работает тише, чем воздушные системы охлаждения у других моделей. Компания AMD выпустила новую версию пакета графического драйвера 2171 для систем на базе Windows 10. Обновление повышает производительность игры Formula 1 2021, а также приносит поддержку мобильных карт RX 6700M и RX 6600M. В Формуле 1 заявлено повышение производительности до 6 % при игре в 4К с включённой трассировкой лучей на 6800 XT и повышение производительности до 26 % при высоких настройках в 1080p с отключённой трассировкой. Но поддержка новых мобильных карт явно намекает на их скорое появление. Процессоры Ryzen 5000 на передовой архитектуре Zen 3 сейчас числятся среди лучших настольных решений. Тем не менее, создаётся впечатление, что у красных остались неиспользованные запасы кристаллов с ядрами Zen 2. Вероятно, компания AMD скоро выпустит очередные процессоры на слегка устаревшей архитектуре. Судя по данным некоммерческой организации USB-IF, не исключён выпуск моделей Athlon Gold 400GE, Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 400. Хотя нет достоверных сведений о том, что модели будут основаны именно на архитектуре Zen 2. Известно, что серию Ryzen 5000 компания приберегла для продуктов Zen 3. И весьма вероятно, что младшие по названиям процессоры выйдут на более старой архитектуре. Судя по именам, новинки станут своеобразным промежуточным звеном между Ryzen 5000 и Ryzen 3000. Athlon Gold 400GE может быть преемником Athlon Gold 3150GE. Сама серия Athlon Gold оснащается графическими процессорами Vega, поэтому новинка вряд ли станет исключением. Также можно предположить, что Ryzen 4500 и 4100 являются прямыми преемниками моделей 3500 и 3100. Скорее всего новые варианты будут отличаться более высокой частотой. И в теории это могут быть младшие актуальные процессоры, так как про четырёхъядерные Zen 3 пока ничего не слышно. Компания Valve начала принимать предзаказы на Steam Deck и предприняла меры по борьбе с перекупами. С каждой учётной записи Steam разрешается зарезервировать только одну консоль. При этом с аккаунта хотя бы раз должна была совершаться покупка до июня 2021 года. Для новых пользователей в магазине действуют ограничения, и они не могут предзаказать Steam Deck в течение 48 часов. Вторая мера против спекулянтов заключается в необходимости внести 5 долларов при предварительном бронировании консоли. А чтобы заплатить, придётся привязать к учётной записи платёжную карту, которую нельзя использовать дважды. Идеально бы было увидеть такие условия продажи для видеокарт, может тогда бы и не было такого дефицита. Но как пишет PC Gamer, почти все сотрудники редакции не смогли разместить заказ из-за ошибок. И только двое сотрудников смогли оформить предзаказ на Steam Deck. Остальные столкнулись с проблемой транзакции, блокировкой за слишком частое обращение к сервису или утверждением про слишком новый аккаунт. Возможно причина кроется в перегруженности сервиса. А многие пользователи Steam продают возможность предзаказа устройства на eBay по абсурдным ценам. Так что пока неясно помогла ли такая борьба с перекупами. Также Valve сказали, что Steam Deck представляет из себя ПК, поэтому вы можете устанавливать стороннее программное обеспечение и операционные системы. Сейчас известно, что Steam Deck будет поставляться со SteamOS, которая основана на Linux. Возможность запуска Windows игр на Steam Deck обеспечивает специальное программное обеспечение Valve Proton. Производитель консоли сообщил, что уже ведёт переговоры с компаниями BattleEye и Easy Anti-Cheat для скорой поддержки Proton. Это может означать, что игры вроде Apex Legends, PUBG и Fortnite скоро будут работать с Proton и соответственно со Steam Deck. Но установка Windows однозначно расширит функционал, но как она будет работать пока не ясно. Друзья, хотелось бы немного дополнить вчерашний ролик по поводу DLSS в Red Dead Redemption 2. На самом деле Nvidia не солгала, а приведённые тесты были сделаны в другом режиме DLSS. Дико извиняюсь за дезинформацию, не доглядел этот момент. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.